Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Глаза – один из самых важных органов в организме человека. И сегодня мы поговорим о том, как сохранить свое зрение. Мы сейчас находимся в офтальмологическом отделении Одинцовской районной больницы номер 2. Здравствуйте, Игорь Семенович. Добрый день. Вы заведующий отделением микрохирургии Глаза. Ваше отделение считается одним из самых лучших и не только, наверное, в Подмосковье, не только в Одинцовском районе, но и с московскими клиниками вы вполне себе можете конкурировать. Расскажите о вашем отделении, какие операции, какие работы вы выполняете здесь, о вашем коллективе. Спасибо за добрые слова. Еще раз добрый день. Наше отделение уже 12 лет работает на базе районной больницы номер 2. В настоящее время у нас в отделении развернутое отделение на 20 коек. Отделение выполняет в основном высокотехнологическую, высококвалифицированную хирургическую помощь для пациентов Одинцовского района, ну, в общем-то, Московской области и всех остальных. Иногда и Москвы. Иногда и Москвы. Наше отделение полностью оснащено диагностическим оборудованием, что, в общем-то, позволяет выполнять любые задачи, перед нами поставленные. Стараемся не стоять на месте, стараемся улучшать качество помощи. В общем-то, можно даже похвалиться. В настоящий момент, на сегодняшний год, количество высокотехнологических хирургических операций у нас доходит практически до тысячи. Что это за операции? Конкретно, с какими проблемами вы ежедневно сталкиваетесь и какие проблемы решаете? Отделение наше работает в плановом порядке. Основная, конечно, категория пациентов – это категория пациентов с катарактами. Операции катаракта мы проводим на самом современном уровне. Это с помощью факомульсификации, ультразвукового удаления катаракта, с имплантацией мягких искусственных хрусталиков. Также мы выполняем антиглукоматозные операции разного направления, разного уровня сложности. Ну, в общем-то, можно сказать, что это основное. Насколько длительный потом процесс реабилитации? Насколько долго находятся у вас пациенты в стационаре? Или все достаточно быстро происходит, и, в общем-то, технологическое оборудование позволяет сократить это время? Вы абсолютно правы. Отделение работает по медико-экономическим стандартам. В общем-то, операция на сегодняшний момент, операция по поводу катаракты с помощью методов аккоррессивикации, позволяет пациенту находиться в отделении не больше трех дней. То есть день поступления, день хирургического вмешательства, день после операционного осмотра, и они могут спокойно уходить домой. Конечно, требуется амбулаторное наблюдение офтальмологов по месту жительства, но это уже, в общем-то, такая текучка. Операции проходят в вашем отделении в плановом режиме. Вы об этом сказали. Ну, наверное, количество людей, количество пациентов, которые обращаются, оно гораздо выше. Есть ли очередность какая-то, и вообще, как к вам можно попасть? К сожалению, очередность на сегодняшний момент есть. Отделение, я уже говорил, развернуто только на 20 коек, и не только катарактами занимается отделение микрохирургии глаза, так же и другая патология, в том числе и терапевтическая. Мы стараемся уменьшать очередь, и, в общем-то, в настоящий момент у нас это получается. В какой-то степени достигается с использованием дополнительных ресурсов. Я имею в виду, у нас есть так называемый дневной сценарь, где пациенты с нехирургической патологией могут, в общем-то, спокойно проходить лечение. Это позволяет нам освобождать койки и уменьшать очередность для пациентов. Ну, то есть, получается, большему количеству людей оказывать помощь. Да. У нас три операционных дня в неделю, три консультационных дня в неделю. Консультация у нас, запись на консультации по телефону, но в настоящий момент разрабатывается электронная очередь, что, возможно, в общем-то, улучшит, скажем так. Ну, и снимет очередность, и уже люди конкретно будут приезжать к определенному времени, получать консультацию, уже дальше ваши врачи будут направлять на дальнейшее лечение и определять, нужна ли в этом или другом случае операция. Не секрет, что сейчас больницы, клиники испытывают дефицит кадров. Как дело обстоит в вашем отделении? Потому что недостаточно только лишь поставить хорошее оборудование, все-таки ручки, многое зависит именно от людей, именно от врачей. Наше отделение не страдает в этом отношении. У нас работают два кандидата наук, врачи высшей категории, полностью знакомые с патологией, которой занимается наше отделение. До меня руководил отделением Якшин Александр Михайлович, очень известный человек в Одинцовском районе. Он продолжает работать, также трудится, не покладая рук. И еще у нас молодой специалист, это Бартиков Сергей Александрович, доктор тоже очень знающий, рукастый. Все-таки один из самых главных вопросов, которые часто задают пациенты, часто задают люди, с которыми сталкиваются в повседневности, как сохранить зрение? Что нужно делать для того, чтобы в будущем избежать хирургического вмешательства, избежать каких-то проблем именно со зрением? Потому что ведь все, что мы видим вокруг, мы видим с помощью глаз. И если лишить нас зрения, ну, это очень страшно даже себе представить это. Наш век, в котором мы живем, он технологичный. К сожалению, количество гаджетов компьютерных, работы с компьютерами, наверное, будет увеличиваться. Единственное, что можно сказать, всегда важна мера во всем. Не случайно в компьютерах, наверное, на первом листочке руководства пишется, полчаса поработал, полчаса отдохнул. Жизнь задает свои ритмы, но отдых обязательно нужен. К сожалению, предохраниться от возможных заболеваний очень сложно. Но тут единственное, что надо, наверное, помнить, что не все заболевания имеют очень яркую клиническую картину, которая сразу ведет пациента к врачу. Поэтому, в общем-то, за собой надо, наверное, повнимательнее смотреть. На что тогда следует обратить внимание? Вот расскажите нашим телезрителям какие-то нехитрые способы, как сохранить свое зрение, как уберечь свои глазки. Тут, наверное, рекомендации должны быть достаточно простые. Должна быть достаточно освещенности, должна быть достаточно яркость. И если компьютер или монитор, с которым вы работаете, не читать носом и дозировать свои зрительные нагрузки. И, в общем-то, нагрузки, наверное, соответствовать должны вашему состоянию. Тяжело? Остановитесь. Если можете работать дальше, можете работать. В общем-то, в любом случае. Но не забывайте о том, что глазам тоже требуется отдых. Обязательно. Это как обычный орган. Как часто нужно посещать офтальмолога, чтобы как-то заблаговременно предупредить о развитии тех или иных заболеваний глаз? Сложно сказать. Все зависит от возраста. Да. Молодые люди обычно о себе не очень сильно думают. Но, в общем-то, если появляются какие-то жалобы, лучше, конечно, окулиста посетить. Хотя бы офтальмолога по месту жительства, потому что, по крайней мере, у нас в районе все офтальмологы квалифицированы и запросто могут продиагностировать или, по крайней мере, дать какой-то совет пациентам, если у них появились какие-то жалобы. С возрастом, конечно, частота посещения офтальмолога должна увеличиваться. Все зависит, конечно, от заболевания. Есть заболевания, где пациенты находятся по диспансерным наблюдениям. У них своя градация, своя частота посещения офтальмолога. Есть пациенты, которые просто периодически посещают офтальмолога, уже соотносясь со своими жалобами. Игорь Семенович, как у школьника родители могут заметить то, что зрение их ребенка стало резко падать? Что должно служить сигнальными маячками? Наверное, можно сказать или отметить несколько моментов, на которые родителям важно обратить внимание. Ну, первое, это если ребенок щурится, если он садится ближе к телевизору, наверное, если он начинает читать носом, близко приближая книжку. Ну и, возможно, если глаза к вечеру краснеют, начинает их тереть, связяться, это тоже, в общем-то, в какой-то степени должно настораживать родителей и, наверное, приводить их к офтальмологу. Сразу не откладываете в долгий ящик, а все-таки тоже сразу обратиться к врачу. Лучше проблему снять, чем о ней думать какое-то время. И беспокоиться, чтобы она беспокоила. Как быстро происходит диагностика глаз и можем ли мы сегодня показать наглядно, как это все происходит? Предварительно не углубленная диагностика, но практически в течение 15-20 минут мы можем... Уже дать какое-то заключение. Да, предварительное заключение, да. Изменения. Стоит ли что-то глубже изучать, диагностировать. Мы можем продиагностировать сегодня мои глаза? С удовольствием. Осмотр начинается, пациентов начинается с момента осмотра переднего отрезка глаза на щелевой лампе. Подбородочком забираемся сюда. Лбом коснемся. Прямо перед собой посмотреть. Здесь мы определяем прозрачность оптических свет глаза. Если какая-то патология снаружи, если есть, мы уже можем давать какое-то предварительное заключение. Пересаживайтесь на соседний аппарат. Что мы осматриваем здесь? Диагностируем. Этот аппарат называется афрорефротометр. Он определяет рефракцию глаза. Близорукие, дальнозоркие или нормальные. Подбородочком залезаем. Также лбом коснитесь. Прямо перед собой смотрите. Аппарат работает в автоматическом режиме. Он сам определяет рефракцию пациента. Аппарат данный выносит на экран. В принципе, можем их распечатать, чтобы подавить пациенту. Абсолютные нули. Все хорошо. Этот аппарат называется бесконтактный тонометр. Он определяет глазное давление бесконтактным способом. Диагностическая процедура. Тут надо коснуться лбом ложбиночки. И смотрите просто прямо перед собой. Неожиданно стрельнет воздухом. Стрельнет. Молодцы. Переезжаем. Так же прямо, так же неприятно, так же неожиданно. Стрельнет. Не убегайте, он вас нагонит. Убирайте. Эту процедуру измерения глазного давления после 40 лет обязательно нужно проделать всем. Вам это не грозит? У вас все хорошо. Игорь Семенович, мы только что провели диагностику моих глаз. Ваш вердикт? Глаза абсолютно здоровы. В общем-то, данных для более улубленного обследования у вас, по крайней мере, в настоящий момент нет, если нет жалоб. Когда появятся жалобы, приходите. Спасибо вам большое. Это была программа «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова